МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В свою очередь в администрации города одобрили идею переноса автовокзала в микрорайон Щербинки-2. Автостанцию планируется построить во втором квартале этого года. До этого момента междугородные автобусы, прибывшие на автовокзал Нижегородский, будут разделены по автостанциям Синая и Канавинская. Дом с бельведером, расположенный по адресу улицы Новая, 46, сегодня снесли окончательно. 13 января Нижегородская районная прокуратура признала законными действия компанией «Регион Инвест-52», которая начала снос кутынического особняка 12 января. Выплаты вкладчикам банка «Волга Кредит», который имеет филиал в Нижнем Новгороде, начнутся 19 января. Агентство страхования вкладов выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Волга Кредит». Ими стали Сбербанка России и КБ «Ренессанс Кредит». Нецелевое использование средств выявлено в Нижегородском IT-парке Анкудиновка. Счетная палата России установила, что затраты на прокладку водовода к технопарку были увеличены с 88 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Подробности в материале Акима Андреева. 1 миллиард 200 миллионов бюджетных рублей вместо 88 миллионов. Именно такое увеличение затрат Счетная палата России посчитала недопустимым. Федеральные деньги выделялись на увеличение проектной мощности и протяженности водовода на территории IT-парка Анкудиновка. Кроме того, аудиторы пришли к выводу, что водовод имеет характеристики сомнительные для объекта, предназначенного исключительно для нужд самого технопарка. В то же время в непосредственной близости от Анкудиновки растет современный микрорайон «Цветы». Застройщиком которого выступает группа компаний «Столица Нижней», афилированная с супругой главы города Эладой Нагорной. И для владельцев земли новость о создании столь мощного водовода наверняка может считаться положительной. О возможной выгоде рассуждает депутат ЗАГС Собрания Нижегородской области Владимир Буланов. Я могу только предположить, что кто покупает рядом землю, то, соответственно, он и дальше купит котельную. Я не сомневаюсь, что на эту котельную будет только один покупатель. В этом году она будет продана. И, соответственно, эта котельная уйдет по самому минимуму, потому что никто другой не решится туда заходить. Ситуация с Анкудиновкой ярко демонстрирует нерациональный подход к созданию столь серьезных объектов. Поэтому, как полагают эксперты, грандиозный IT-парк может стать очередным пиар-проектом области, который до сих пор не функционирует, как мог бы. У нас, к сожалению, вот всякого рода такие высокотехнологичные проекты начинаются прежде всего с землеотвода и строительства зданий. Производственных, жилых. Что там будет и как там будет работать, то есть это как бы вот остается всегда, так сказать, за кадром, как в фильме, когда, значит, ну и они поженились, и дальше жили долго и счастливо. Как сообщили сегодня в Министерстве инвестиционной политики Нижегородской области, предполагаемый объем инвестиций крупнейших резидентов IT-парка составит более 9,5 миллиардов рублей, а количество рабочих мест более 4 тысяч. Однако на данный момент из 33 резидентов в IT-парке присутствует только 3. В ближайшие дни в Нижнем сохранится теплая погода, воздух будет прогрет до 2 градусов, что более чем на 10 градусов выше климатической нормы. На дорогах синоптики прогнозируют снежные заносы и накат. Будьте осторожны, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok